Церемония посвящения учеников 31-й Брестской школы в Кадеты состоялась на территории мемориала «Брестская крепость-герой». Помешать мероприятию не смог даже осенний дождь. Решение стать друзьями пограничников налагает на ребят и обязательство быть стойкими и мужественными, готовыми к испытаниям. Юные жители областного центра с первых дней своей кадетской жизни доказали, они достойны гордого звания. Для нас первостепенная задача, чтобы выросли патриоты своей родины. И так как это жители Бреста, нам очень важно, чтобы они нам в дальнейшем оказывали помощь в охране государственной границы, чтобы это были наши соратники в приграничном пространстве. С каждым годом популярность кадетских классов в патриотической правовой направленности растет. Желающих носить форму юного друга пограничников в 2016-м оказалось гораздо больше, чем их запланировано было набрать. Притом идут в такой класс ребята не по желанию родителей или педагогов, это их самостоятельное решение. Я хочу стать защитником родины, как мой папа, хранить и беречь любимую страну. В детстве мне папа рассказывал, что мои дедушки, ну, прадедушки воевали на фронте. Мне захотелось узнать, как это быть защитником своей семьи, своего народа, своего отечества. И вот я пошел в этот кадетский класс. Здесь очень интересно. Ребята из старших классов часто рассказывали, как интересно в этом классе, и мне сразу захотелось в этот класс. Я давно уже хотела научиться маршировать, получить погоны, и мне очень хочется, чтобы мной гордились мои родители и учителя. Нынешним пятиклассникам до момента определения профессионального пути еще далеко. Конечно, не каждый из них решит связать свою жизнь со службой на границе, да и не ставят перед собой такой задачи представители пограничного ведомства страны. Хотя, если кто-то из ребят и решит в будущем надеть зеленые погоны, то факту этому будут рады. Как будут рады принять в своих рядах и тех, кому до окончания школы осталось совсем чуть-чуть. Они, конечно, в кадетских классах не учились, но тоже имеют возможность познакомиться с работой пограничников в рамках единых дней профессиональной ориентации молодежи. Данное мероприятие у нас спланировано во всех учебных заведениях города Бреста и Брестской области. В первую очередь это связано с тем, чтобы помочь людям, которые сейчас уже находятся на пути выхода в жизнь, с избранием будущей профессии. И в данный момент профессия – это защита Родины. Мы говорим сейчас об общем силовых структурах, ну и в частности об органах пограничной службы. По словам ребят, такие экскурсии – инициатива полезная, позволяют познакомиться с профессией и определиться, насколько она близка им по духу, примерить на себя форму стражей границ и понять, хотят ли они надеть ее в своей взрослой профессиональной жизни. Желание появилось, мне захотелось сюда поступать. Я очень долго думала, я думала, может, связать как-то жизнь с этим. Мне дедушка очень советовал поступать, может, с военным делом связано. И вот я хочу связать эту жизнь с военным делом. Я считаю, мероприятия такие очень важны, так как они агитируют молодежь поступать в такие учебные заведения. Нужно, чтобы познакомить учеников школ со службой, с тем, что здесь происходит, чтобы сагитировать их, чтобы они сюда пошли. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович и Дмитрий Лазарчук. Телекомпания БУК-ТВ.